Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сегодня мы с вами прикоснёмся к великому и ужасному ЮАР Вновь поговорим о Руйкат Марк 1D Интересно разобраться, что же это такое Это колёсник с крайне занимательным 76-мм орудием На боевом рейтинге 8.3 и 6 ранге И здесь мне стоит сделать важную сноску Поскольку тот же самый Руйкат, ну по сути точнее платформа Руйката Обладает ещё одной версией на боевом рейтинге 8.7 И там у нас установлена 105-мм пушка Меня в этом случае напрягает только одно Но почему это орудие перезаряжается быстрее, чем наша 76-мм? Ну или так же, если мы берём версию Руйкат 105 на 8.7, который премиальный? Потому что МТТД обладает, по сути, перезарядкой очень быстрой Всего 6,7 секунды А у нас перезарядка 7.1 секунды Что как-то очень странно Ведь предполагается, что куда более уместно Было бы, ну не знаю Перезарядку на 76-мм пушку более скромную обозначить Ну, это опять же догадки Просто я-то уже покатался, и поэтому меня это так сильно смущает Давайте не будем яйца закататинуть И сразу же приступим к разбору Так вот, собственно, самая главная проблема этой 76-мм Это её калибр и время перезарядки В нашем случае, к сожалению, перезарядка 7.1 секунды И, например, у прокачиваемого Руйката на 8.7 6.7 секунды, то есть он даже быстрее А калибр орудия там 105 мм Если вы думаете, что я просто так пляшу пару минут уже по этому поводу То нет 76-мм пушка, хоть и обладает бобсами Что, кстати, очень неплохо Но она ими вообще не дамажит Калибр маленький Вес снаряда, точнее, масса его маленькая Всего 2,2 кг В отличие от 105-мм лома На самом деле, все эти характеристики в карточке Это всё туфта Надо смотреть, как себя в бою ведут те или иные боеприпасы И здесь они ведут себя, ну, сомнительно Чтобы кого-то заваншотить Нужно попасть чётко в боеукладку Чтобы вам повезло с её взрывом А если мы говорим про уничтожение противника Выбивая ему модули и экипаж То зачастую у вас уйдёт не один выстрел уж точно А два, три, а то и четыре Особенно если мы говорим про более-менее крупные цели С большим заброневым пространством И в этом да и заключается парадокс А зачем вообще использовать Mark I D Руйкат, когда есть МТТД на 8,7? И здесь у меня для вас есть всё-таки один Довольно очевидный ответ Вы не попадаете на боевой рейтинг 9,7 А 9,7 нынче крайне популярен И поэтому попадать вы туда будете часто Руйкат МТТД зачастую будет видеть Совсем-совсем других противников А руйкат Mark I D попадает очень часто на боевой рейтинг 7,7 и 7,3 Ну куда чаще, чем МТТДшка И естественно он здесь чувствует себя вполне нормально Воюя против леопардов Но урона-то ему всё равно не хватает Ведь пробивать он и пробивает и так С этим орудием или с тем Пробить очень близко У нас на бобсах это 300 мм броневый упор Там 311 А на 105 мм пушке что-то около 340 То есть по сути одно и то же И разница только в том Как мы наносим урон Поскольку начальная скорость у нас отличная 1600 метров в секунду полёт снаряда Углы наведения от минус 10 до 20 градусов Тоже здорово Скорость поворота башни 37 градусов в секунду Всё крайне удобно Но проблема в том, что какая разница Как бы это ни было удобно Если вам самое главное не приносит удовольствия А это уничтожение противника Ибо его не происходит Здесь кстати ещё одна важная ремарка От которой сильно припекает Ну по крайней мере у меня У Руйката, как и у многих западных танков Есть особенность В виде того, что башня не поворачивается В задней полусфере И тут есть одна ещё дополнительная неприятность Почему именно здесь это чувствуется так плохо У Руйката слабая броня Но при этом он вроде как выдерживает ей пулемёты Поэтому лучше танковать бортом Чтобы проекции для противника было больше Потому что он терялся и стрелял Не собирая троих в ряд В плане экипажа И шансов выжить было больше Так вот, когда вас разворачивают бортом Точнее вы едете бортом И вас обездвиживают Вас может повернуть немного Не знаю, по диагонали Задницей к противнику И стрелять по нему вы не сможете А значит, просто умрёте зазря На Руйкате это происходит нередко Ну, по крайней мере, вот Если придерживаться моей тактики И как-то грустно становится, что ли Если мы говорим про защищённость То у Руйката всё не так хорошо, как хотелось бы Всего 4 члена экипажа Трое в башне И в передней проекции К сожалению, при попадании В правую часть этого танка Вы, скорее всего, получите ваншот Ибо там 3 в ряд сидят Это механик-водитель, наводчик и командир Не всегда такое происходит Но очень часто Именно поэтому играешь вроде как от борта Ибо броня по кругу 20-25 мм То есть крупнокалиберные пулемёты Вас берут не очень охотно Если мы говорим, по крайней мере, про браунинги На некоторой дистанции Понятное дело, что 20-ти миллиметровки Будут пробивать чуть ли не на вылет Защищённости нет Габариты огромные Ну, хоть мы сами передвигаемся быстро Это как-то спасает ситуацию Мощность двигателя 567 лошадиных сил Масса 26,5 тонн Порядка 23 лошадиных сил на тонну есть И благодаря этому Мы можем считать себя хрустальной пушкой Но ведь какова самая главная задача хрустальной пушки Это незаметно Добраться до позиции И начать уничтожать ваншотами противника У неё нет другого преимущества Она должна быть быстрой Или незаметной И должна быть мощной Чтобы уничтожить противника сразу же Не дав ему возможности на себя Навестись И, естественно, выстрелить в ответ У руйката не прокатывает такое Ну, во-первых, мы не самый быстрый танк На своём БРе Один из Но не самый Конечно, конкурентов мало Но бывает, что приходится Бодаться за позицию Самое главное даже не в этом проблема Добрались вы до позиции И давай кружить вокруг первого противника Которого увидели Стреляя по нему раз за разом И не убивая Естественно, вы рассекретите свою позицию И, естественно, по вам залетит Не забываем про то, что, кстати, броня крыши Здесь очень-очень скромная 10-15 мм А значит, артиллерия вас будет неплохо так любить А противник не дурак Он же понимает, что перед ним колёсник И будет делать вам минус 8 колёс одним выстрелом Так что у руйката Марк 1Д В этом плане есть какая-то такая вот основополагающая проблема Вроде и быстрая платформа И с пробивным, самое главное, снарядом Но урона часто не хватает Я не говорю, что руйкат Марк 1Д прям отвратительный Да нет, он вполне норм Но он требует очень много лишних телодвижений Ну, для такого класса техники Которых хотелось бы избежать То есть вам придётся лишний раз перекатываться постоянно Чтобы противника запутать, когда вы его не уничтожили Ну и, естественно, вам нужно быть супервнимательным Иначе первый выстрел и, скорее всего, вы отправляетесь в ангар Ну, вторым крайний случай И то, это опять же может произойти ситуация Что вы рассчитывали на то, что вас один раз пробьют и не уничтожат Такое может быть Боеукладка здесь не особо большая Если ездить бортом, то, опять же, попасть так, чтобы убить весь экипаж Или в боеукладку будет сложно Но вас развернёт И вы просто чуть медленнее уедете в ангар Приятного в этом, естественно, мало Как колёсник, конечно, неплохая штука Но подводит вот этот вот прикол с дамагом А в остальном, я бы вам рекомендовал попробовать Если вы качаете ветку ЮАР Уж явно лучше, чем Раттл-20 У него мне как-то совсем не понравилась автопушка А птурами тоже много в нынче не навоюешь Поскольку есть особенность Называется она скорость полёта этих птуров Пока вас летит бобс, проходит одна сотая секунда Вы даже жизнь вспомнить не успеваете А пока Аптура летит, можно чаю попить Поэтому двадцатка не канает А вот Ройкат Марк 1Д покажется вам вполне себе неплохим Посмотрим, что предложат нам дальше ЮАР и Олифант До которого мы там чуть позже доберёмся Ну, я думаю, что в относительно уже ближайшем будущем А на этом я буду заканчивать видео Благодарю за просмотр Рад был с вами пообщаться на эту тему Жду ваших комментариев Они всегда открыты Может быть у вас есть какое-то иное мнение Насчёт этой 76-мм JT4 И Ройката Марк 1Д Ну, а я пойду пилить для вас новый контент Всем удачи Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова